Время рассказать первые новости региона. С вами Алексей Шемякин. Добрый день. Два дня в Архангельск принимал участников пятого всероссийского семинара совещания, посвященного тарифному регулированию в ЖКХ, электроэнергетике и пассажирских перевозках. Сегодня конференция завершилась. Ее итог – формирование экспертных предложений для корректировки федерального законодательства в этих сферах. Состояние большинства объектов коммунальной сферы в регионах страны сегодня удручающее. Об этом говорили все участники семинара. Сети старые, доставляют воду и тепло к потребителю с большими потерями, которые последний и оплачивает. Тепловые станции и водоканалы также строились во второй половине прошлого столетия и, конечно, устарели. Поэтому задача номер один – привлечение инвестиций на обновление хозяйства. Но привлечение инвестиций должно происходить мягко, чтобы на потребителе уже на конечном и на тарифе это не отразилось никак. Проверенный вариант – заключение концессионных соглашений, когда инвестор строит новые объекты и передает их затем в собственность области или муниципалитета. За это получает право эксплуатировать данные объекты и иметь стабильный доход. Например, построил котельную и получаешь потом постоянное отчисление от платежей за тепло. Такая практика в Архангельской области есть и ее нужно развивать. Там нужно одновременно и доступность сохранить, и обеспечить развитие. Притом развитие не только обирается финансами, но и обираются еще и сложные юридические модели, о которых вы сегодня поговорите, ну и, соответственно, обеспечить должное качество услуг. Поэтому резюберы, можно говорить, требуются такие всегда, наверное, сложные и нестандартные решения для того, чтобы мы двигались вперед. Вперед Архангельская область продвинулась и в деле снижения темпов роста тарифов на коммунальные услуги. Этот курс задает государство. И сегодня расценки в ЖКХ увеличиваются медленнее, чем ползет вверх инфляция. По показателям, даже соотношение душевых доходов населения и покупательной способности коммунальных услуг, Архангельская область находится на среднероссийских показателях. Поэтому я считаю, что Архангельская область, она движется в тренде общероссийском. Семинар шел два дня. Экспертное сообщество, представители органов государственной власти, местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, специалисты Федерального министерства энергетики, антимонопольной службы успели обсудить все болезненные вопросы, чтобы сформулировать единую позицию и передать ее в виде экспертных предложений в федеральное правительство. Ведь большинство пробелов в тарифной политике необходимо устранить именно на государственном уровне. Светлана Дейнека, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. В Архангельской области обследовали пляжи, где предпочитают отдыхать жители региона. Сразу отметим, что официальных пляжей в области нет. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и грунта в Холмогорах, Вельске и Новодвинске. Результаты исследований неутешительны. Оказалось, что купаться и загорать можно только на пляжах Холмогорского района. Что же касается Вельска и Новодвинска, там показатели песка и воды в Северной Двине совершенно не соответствуют нормативам. Роспотребнадзор предупреждает, что купание и отдых у воды в таких местах может быть опасен для здоровья. Исследования будут продолжены и в других районах нашей области. Активные представители молодежи нашего региона отправились на этой неделе в Крым. Там стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида-2017». В этом году форум разделен на 8 тематических смен. Участниками главной площадки стали представители творческих профессий, архитекторы, художники, скульпторы, писатели, музыканты, хореографы, режиссеры, актеры театра и кино. Впервые форум открыл двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев. Среди трех тысяч человек, которых объединила «Таврида», есть и представители Архангельской области. Наталья Крюкова из Каргополя участвует в школе Ассоциации самых красивых деревень России. И не случайно именно в Каргопольском районе есть такая – это Ошивенский погост. Ошивенская ремесленная усадьба привезла именно этот проект. И сейчас именно на школе Ассоциации мы будем его дорабатывать и совершенствовать, чтобы воплотить жизнь на нашу территорию. Создание и оборудование ремесленных мастерских для обучения современной молодежи школьников Ошивенским традиционным местным ремеслам и также всех желающих гостей и туристов. Образовательная программа форума включает в себя общение с почетными гостями и мастер-классы от ведущих экспертов разных сфер деятельности. Приоритетом остается практическая работа над конкретными кейсами. Мне больше всего «Таврида» помогает в формулировании проектных идей и в продвижении наших целей открытого севера. А еще «Таврида-2017» – это обширная культурная программа и прекрасный отдых в Крыму, ведь смена главного творческого форума страны идет почти два месяца. Алексей Шемякин, Крымский полуостров. Завтра в России отмечается День любви, семьи и верности. В Архангельске пройдет множество мероприятий. Конечно, главной площадкой станет сквер, где установлен памятник Петру и Февронии. Поэтому с 8 утра и до 15 часов будет перекрыто движение транспорта по набережной от улицы Попова до Садовой и по улице Логинова от проспекта Троицкий до набережной Северной Двины. Когда в коровник приходят новые технологии, то удуи растут, и коровы довольно, возможно, именно это способствует тому, что Вильский район является одним из лидеров по производству молока в регионе. Это ферма 21 века. За буренками ухаживают роботы. Счастлив и человек, и корова. На кормовых столах микс из сена, силоса и минеральных добавок. Для массажа специальные большие чесалки. Режим дня формируется желаниями животного, естественным биоритмом, но все под контролем умной системы. Она хочет, вот идет, кушает, хочет, идет, пьет, хочет, идет, отдыхает, хочет, идет, доится. Но не совсем так, потому что здесь организация системы калиток так, сделана таким образом, чтобы пройти к кормовому столу и напройти вселенные ворота. Ворота ее отправляют или на робота, или к кормовому столу. Отправляясь на дойку, корова попадает в руки, то есть манипулятор робота. Перед тем, как начать процесс доения, машина проводит санитарную обработку буренки. Остальные стоят в очереди. В сутки это хозяйство производит 40 тонн молока. Система настроена так, что каждая доля вымени доится отдельно. И если, например, подходит к концу дойка, уже сокращается пульсация, снижается вакуум и уступает щадящее доение. А вся система настроена по потоку молока. Снижается поток молока и стакан снимается. Отголосок прошлого на ферме – детский сад. Им по старинке заведует человек – телятница Татьяна Поздеева. Вчера сдали, вот тут БК-35, он разбежится с той стороны и через верх перемахнет, даже ногами не задевает. Ребенок, хоть человеческий, хоть коровий, требует любви и ласки. А это и раньше, и сейчас могут дать только живые люди. Светлана Дейнека, Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. На этом пока все. До встречи в 16 часов. Редактор субтитров А.Семкин